Доброе утро, дорогие друзья. Завершается недельная глава Балак. Завершается неделя. Так мы с вами все время шаг за шагом убеждались в том, надеюсь, убедились, или по крайней мере задумались об этом, что у мира все-таки есть хозяин. Это значит, что мир работает под его законом, мир развивается по его законам, мир подчиняется его законам. Если мы хотим достичь успеха в чем-нибудь, или спасти себя, или оградить себя от каких-то неприятностей, в первую очередь мы должны соотносить свои дела с его желаниями. Не со своими, а с его. Для себя надо понять четко, если хотите, вбить себе в мозг. Он может все, а мы, к сожалению, нет. С ним возможно все, с его поддержкой, без его поддержки невозможно ничего. Самые великие слова, которые надо запомнить человеку, звучат следующим образом. Много замыслов в сердце человека, а сбудется только предопределенное Всевышний. Никакие законы другие не работают больше. Только эти. Да, мы не должны пренебрегать ни любыми физическими действиями. Мы должны там работать, мы должны защищаться, мы должны, там, государства должны, например, экономические какие-то вещи делать, другие. Но если мы хотим, чтобы все наши действия приносили плоды, необходимо делать так, чтобы Творец нас защищал. А это можно сделать только с помощью движения по его пути, с помощью каких-то хороших поступков, исполнения заповедей, уроков Торы. Разное. И не вбивать между нами клин. Клин вбивается чем? То, что называется плохим поведением или нарушением его заповедей или грехами. Грех вбивает клин между тобой и Богом. Я как в пример приведу, например, чтобы мы понимали последствия того, что творим. В трактате Шаббат сказано следующее только про сквернословие. И каждому, кто оскверняет свой род, если ему постановил Небесный суд 70 добрых лет, переворачивают во зло. Представляете, даже сказать тяжело. Поэтому человек должен трудиться, работать, зарабатывать. Но иногда ему кажется, что если он нарушит, пойдет против воли Творца, то выиграет от этого. А если он пойдет слушать там урок Торы, например, потеряет часть заработка. Ошибается человек. Подобит он тому, кто послал армию отреагировать на какой-то странный эпизод, там в царю. А в это время потерял мощную защиту и враг готов войти в город. Даже если человек такими действиями против желания Бога выиграет в малом, он проиграет в большом. Но если он выполнит то, что сказано, он притягивает к себе милосердие сверху, а это значительно больше, чем все остальное. Давайте вот мы все время хотим просто вот спокойствия, радости, там знаете как, это крыло рот, оно вливается. Ну возьмем такой простой пример, ну возьмем там Вася, Абраша, кто хотите. Решил устроить там мышцы живота, значит все качают мышцы живота, подкрепить мышцы живота. Записался он для этого в тренировочный зал, пришел, зашел, пришел, смотрит, тренажеров нет, ничего нет. Подошел к администрации, говорит, а где беговые дорожки, там тренажеры. Ему говорят, дорогой друг Вася, мы решили проявить милосердие, вместо того, чтобы ты уставал, потел, там мышцы болели. Мы устроили тебе зал с удобными диванами, очень много булочек, пирожков, горячие напитки, и сиди угощайся. Что, Вася рассердится? Почему, вы что смеетесь? Это же тренировочный зал, я пришел сюда, чтобы укреплять тело, а не нажираться булочек. Хочу быть сильнее, хочу, и поэтому я понимаю, что мне нужно трудиться, потеть. Я наращу мышцы. Кто прав? Конечно, Вася, а не администрация этого зала. Очевидно, что прав Вася. Аналогичным образом человек приходит в этот мир, и человек ему дает разнообразные тренажеры, чтобы с их помощью совершенствоваться, развиваться. Эти тренажеры жизненные трудности и испытания. Это именно то, что помогает строить человека, строить его характер, строить его душу. Это то, для чего человек пришел в этот мир. Каждое испытание успешно пройденное, каждая вершина, которая взята, возносит человека, поднимает его на более высокую ступень, чем та, на которой находился прежний. А мы для этого приходили в этот мир. Нам хочется полегче, но, к сожалению, чем труднее испытания, тем более высокие вершины взлетает человек после этого. Если бы было так все просто, мы вродились в красный коврик, мы бы пошли там себе без страстей, без борьбы, без ничего. А за что тогда человеку награду? Что он делает в этом мире? Но когда у человека есть внутри бурление, есть слаблазность снаружи, а он пользуется ими как тренажерами, чтобы закалить себя, укрепиться на вот этом пути к движению к духовности, то он готовит душу к огромной, серьезной духовной жизни, возвышенной, серьезной на тысячи лет. И делает он это уже в этом мире, но для будущего мира. Надо запомнить, что все времена, пока душа в теле, она может укрепляться, возвышаться. И через 120 лет уже человек вот с зафиксированной позицией переходит в следующий мир. У него не будет возможности ничего исправить. Поэтому да, да, хочется погулять, но без тренажеров ничего не получится. Брахавая цлака, хорошего шабата.